Что ждет отечественный рынок интернет-бизнеса? Нужно ли вкладывать в его развитие? Об этом поговорим мы этим утром с предпринимателем, основателем образовательного центра Арсланом Даримовым. Арслан, доброе утро. Доброе утро. Вот такой вот вопрос сначала. Как вы смотрите на поколение новых бизнесменов, зарабатывающих на так называемых лайках? На самом деле они зарабатывают, я так скажу, не на лайках, а на самом деле они зарабатывают на создании контента. Так что можно ее в принципе сравнить с созданием контента, контент-мейкерами. Достаточно такое, можно сказать, название даже медиа-бизнесом. Так как они не находятся ни в инстаграме, ни в сетях, они находятся в медиа-бизнесе, медиа-пространстве. Они зарабатывают на создание контента, как и другие непосредственно контент-мейкеры, фильмы, кто делает, режиссеры и другие вещи. То есть их можно назвать мини-мини-кинокомпанией? Да, на самом деле, потому что они тренируются, вот даже если сравнить некоторых блогеров, у них, к примеру, 1500 публикаций. Одна публикация занимает одну минуту. Чтобы создать одну минуту, уходит в районе 3-4 часов создать сценарий, придумать, снять. Некоторые даже блогеры привлекают, условно, профессиональных видеомейкеров. И таким образом создается впечатление, что одна минута занимает 3 часа, и они уже создали тысячу минут этого контента за 3-4 года. Представьте, тысячу минут это в районе 20 часов контента. Вот понятно, что далеко не каждый пользователь Казнета может монетизировать свой аккаунт в соцсети. Но все-таки вот молодые люди, особенно подростки, постоянно, что называется, сидят онлайн. Они видят эту виртуальную жизнь. Кто-то хочет стать похожими на этих блогеров и зарабатывать легкие деньги. Ну, легкие деньги относительно. К чему все это может привести? Возможно ли какой-то побочный эффект или переживать все-таки не стоит? Конечно, переживать стоит, потому что это медиапространство, оно достаточно свободное. Каждый трактует какие-то свои ценности, которые ничем абсолютно не фильтруются. Соответственно, есть абсолютно как и позитивные моменты, так и побочные моменты. Если уходить в глубину, это достаточно большой предмет для обсуждения. Соответственно, это абсолютно другой предмет, где я не могу на основе комментировать. Лучше предмет говорить и на основе этого предмета уже дискуссировать. Ну, а вообще это прибыльный бизнес. Как вы считаете? Ну, смотрите, условно, люди, которые занимаются этим первое время, это как с любым абсолютно бизнесом, он не приносит абсолютно никакой прибыли, потому что куча людей инвестирует свое время, контент, и многие люди не понимают то, что они свое время затрачивают на весь этот процесс. Да, людям некоторым это нравится, они делают это как хобби, но в конечном итоге, когда начинается монетизировать аккаунт, это рекламные контракты, это уже непосредственно профессиональная работа становится. И когда непосредственно сам человек задействован в этот процесс, его работы как бы непосредственно как блогер или там медийного лица становится 2-4 на 7. Соответственно, это очень достаточно тяжелый процесс, и первое время я считаю, что этот процесс, он не монетизируется никак абсолютно, кроме как бартерных контрактов или каких-то там других вещей, иных плюшек, узнаваемости и так далее и тому подобное. Многие люди за этим бегут непосредственно. Арслан, а вот в вашей школе как смотрят на это ваши ученики? Они хотят быть такими или нет? Хотят зарабатывать так называемые легкие деньги? Безусловно, но некоторые ребята, они не за этим бегут, они бегут больше не за деньгами, а больше бегут за узнаваемостью, за популярностью, скажем так. Ну, как бы, как наши некоторые студенты, которые в наших школах обучаются, они, скажем так, школьники, и в этот период, да, они смотрят на всех разных медийных лиц, на Америку смотрят, на другие регионы, где там 17-18 лет становятся популярны, мега популярны, и они за этим больше гонятся, стать популярным, больше не за деньгами. Арслан, вот сейчас, ну или когда материал выйдет в интернет, да, на простору Ютьюба, что бы вы порекомендовали молодым блогерам, молодым вайнерам или тем, кто хочет все-таки стать популярным в интернете? Ну, самое ключевое, это понять, какую, как вот ранее мы рассказывали, какую ценность ты хочешь нести непосредственно, да, есть негативные, есть позитивные вещи непосредственно. Понять свою аудиторию, как это, простые базовые вещи, как в любом бизнесе абсолютно. Сначала нужно найти свою аудиторию, на эту аудиторию транслировать те или иные вещи, которые резонировали максимально внутри, и после этого уже набирать аудиторию, заниматься промоушеном, таким неким, скажем, масштабированием. А если проще говоря, понять своего, там, да, конечного потребителя, кто будет смотреть те или иные ролики или твой потребляет контент, и потом дальше уже в этой же аудитории начать распространять тот контент, который ты непосредственно создаешь. Ну что ж, спасибо. Этим утром мы беседовали с предпринимателем Арсланом Даримовым. Вам хорошего дня.